Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витража и Вери в Красках. В сентябре 1918 года увидел свет один из печальных исторических документов, так называемый декрет о красном терроре. Глава всеукраинской чрезвычайной комиссии Лацис писал, что жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к светлому царству труда, свободы и правды. Кровь, пусть кровь, ибо только полная бесповоротная смерть этого мира избавит нас от возрождения старых шакалов. Обоснованием всего этого было, по словам большевиков, уничтожить буржуазию как класс. И вот слова того же Лациса, не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против советской власти, оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Митрополит Антони, управляющий делами УПЦ, напомнил всем нам, что это был настоящий геноцид против церкви. Ведь с особой ненавистью, как враждебный класс, уничтожалось духовенство. Архиерей указал, что имена многих из этих уничтоженных до сих пор остаются неизвестными. А только лишь около двух тысяч из них прославлены в лике собора святых новомучеников и исповедников 20 века. Также он отметил, что в Украинской православной церкви продолжается сбор сведений об архиереях, священниках, верующих, которые приняли мученические венцы в годы коммунистических богоборческих гонений. Каждый населенный пункт Украины имеет своих мучеников и исповедников, пострадавших за веру в 20 веке. В каждой области есть места массовых казней или захоронений невинных жертв репрессии. В Киевской области к таким относятся Лукьяновское кладбище, Октябрьский дворец в Киеве, но наиболее массовое место захоронений жертв репрессии – Боковнянский лес под Киевом, где по разным подсчетам захоронено от 60 до 100 тысяч расстрелянных, среди которых было много православных священников и простых верующих. Митрополит Антони отметил, что все эти места для нас православных являются священными, поскольку там проливалась кровь крестьянских мучеников, там покоятся тела многих из них, и наш долг, как священнослужители и мирян, разыскивать такие места, устанавливать там памятные знаки, кресты, собирать сведения о репрессированных, восстанавливать из-за бытия их имена. И самое главное – молитвенно чтить память этих невинных страдальцев за веру, подвигом которых устояли и наша церковь, и сам народ. Все мы должны помнить их подвиг, дабы подобные трагические страницы нашей истории никогда больше не повторились, подчеркнул управделами Украинской Православной Церкви. Судьбы многих из этих людей очень трагические, но до последнего вздоха они не теряли достоинства и веры. Мне попалась на глаза удивительная статья Иерея Александра Гавриленко на портале Православная Жизнь. Ссылка, конечно же, будет в описании к видео. Там множество историй новомучеников, а акцент сделан на их профессиях, вроде занятий, который был у них во время гонений. Сказать, что все эти слова меня поразили, ничего не сказать, и я хотел бы поделиться несколькими историями с вами. Многие священники, потеряв храм в годы гонений или не имея возможности питаться от престола, работали с сотрудниками институтов, преподавателями, продолжая нести крест священника, тайно совершая церковные таинства. Многие знают, как действующий епископ Лука Война-Ясенецкий в Рясе вел лекции в медицинском университете. Преподобный мученик Евтихий, ревностный пастырь, к моменту своего третьего ареста в 1937 году проживал в городе Зарайске Московской области, работал простым садовником-цветоводом на фабрике Москош. Преподобный мученик Лев Егоров после ссылки в середине 20-х работал переплетчиком книг, что позднее будет зафиксировано в его арестантской карточке. Священномученик Ефимий Тихонравов после закрытия за неуплату налогов и превращения храма в конюшню некоторое время прожил в селе, совершая по просьбе верующих требы. Жить было все труднее, он переехал в Иваново, где устроился работать сторожем в одном из лечебных учреждений, но также, как и раньше, совершал требы по просьбам верующих. Псаломщик и мученик Павел Соколов не шел на светскую работу, невзирая на то, что было очень сложно, и он служил в храме до самого ареста в 1938 году, неся на себе все эти тяготы служителя гонимой церкви – нищету, поборы, преследования властями. Христианский мученик Павел Сергеевич исполнял это послушание, хоть и был слеп на один глаз. Мученик Алексий Скоробогатов – педагог, и во время Первой мировой был офицером царской армии, младшим помощником начальника штаба дивизии по хозяйственной части. В ходе коллективизации он лишился коровы, дома, лошади, но известно, что в конце 20-х годов нес службу чтецом в церкви, вынужденно поменял место жительства и в 1935 году был директором школы. После был арестован и расстрелян по обвинению в контрреволюционной агитации. А вот еще одна трагическая история, которая всегда меня очень интересовала, и мне хотелось узнать больше. Просто представьте себе индустриальный город Сталина, только-только переставший быть Юзовкой, нынешний Донецк. Декабрь 1925 года. Настоятелем местного Свято-Преображенского собора избирают протоиерея Дмитрия Поликарпова. И немного расскажу вам его историю. Родился Дмитрий Поликарп в 1870 году в семье псаломщика и с ранних лет был связан с церковью. В 1881 году окончил Самарскую духовную семинарию и работал два года наблюдателем в местном духовном училище. Потом поступил на историческое отделение Казанской духовной академии. Блестяще окончил в 1896 году. И вот тогда же Дмитрий Поликарпов поступает на службу в церковь на яхте царя Николая II Штандарт, на которой будет ходить в плавании с экипажем в течение шести лет. В 1907 году находился в плавании на крейсере перворанга «Аврора» в отряде судов морского корпуса со званием благочинного над духовенством судов этого отряда. С марта 1910 года член проповеднического кружка военных пастырей. Потом Дмитрий Поликарпов преподавал закон Божий в кадетском морском корпусе, а до октября 1917 года был священником в Зимнем дворце. И вот по невероятному стечению обстоятельств священник Дмитрий Поликарпов попадает в город Сталина, где в декабре 1925 года, как я говорил, его избирают настоятелем местного Свято-Преображенского собора. Религиозный центр города, как вы понимаете, тогда переживает не самые лучшие времена. Пройдет совсем немного времени, и отец Дмитрий попадет в плотное кольцо следователей, которые будут пытаться найти зацепку для его ареста. И вроде бы никакого формального повода и не будет, его все же арестуют. Поводом последует то, что он тихонько, стоя в алтаре, поминал царя. Благодаря протестам прихожана на улице выходило по полтысячи человек, батюшка вновь окажется на свободе, но ненадолго. Его отправят в ссылку в Казахстан. После ссылки отцу Дмитрию предложат выбрать город для жизни, только укажут на невозможность проживания в Москве, Ленинграде или Сталина. Дмитрий Поликарпов поселится в Нижнем Новгороде, где проживет до смутного 1937 года, и в конце концов будет расстрелян, став еще одной жертвой кровавых репрессий. В 1928 году тот самый собор Преображенский попытаются оградить от людей, построив перед ним кинотеатр. Стоит до сих пор. Потом само здание заберут у православных христиан и передадут в пользование так называемой Живой Церкви, которая согласилась на условия новой власти. И как все это напоминает то, что происходит сегодня. А вот октябрь 1931 года станет для собора роковым. Собор будет взорван, а взрывник награжден за прекрасно выполненную работу. По официальной версии все это сделали, чтобы освободить строительные материалы, которых так не хватало. Но груда камней, которые остались от собора, еще долго лежала возле Центральной улицы. Всего лишь несколько историй, и все это так близко и так далеко. Люди, возлюбившие Бога, больше собственной жизни. Настоящие исповедники, новомученики. История продолжается. И, увы, церковь ее верна и сталкивается с новыми вызовами и испытаниями. Но пусть все эти примеры, о которых мы говорили сегодня, покажут нам, что Господь дарует крепость в любых обстоятельствах. И просит нас быть верными Ему до конца. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках. Рекомендую подписаться и на наш Телеграм совместно с Православной Жизнью, а также на все другие представительства канала в социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в описании под этим видео. Продолжение следует...